Тише Оле Луколье По сказке Андерсона Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Луколье Вот мастер рассказывать Вечером, когда дети спокойно сидят за столом или на своих скамеечках Является Оле Луколье Он в одних чулках неслышно поднимается по лестнице Потом осторожно приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким молоком В руках у него маленькая спринцовка и молоко брызжет из нее тоненькой струйкой Тогда веки у детей начинают слепаться И они уже не могут разглядеть Оле А он подкрадывается к ним сзади И начинает легонько дуть им в затылке Подует И головка у них Их отяжелеет Это не больно У Оли ведь нет слова умысла Он хочет только, чтобы дети угомонились А они тише всего бывают, когда их уложишь в постель И когда они утихнут Он начинает рассказывать им сказки Когда-то давно Оля Лукоя Целую неделю посещал одного маленького мальчика Которого звали Гельмарн Послушаем, как это было Тише Тише Вот наступает первый вечер Понедельник Гельмар лежит в своей кроватке В комнате потушен свет И тихонько входит Оля Лукоя На круглых клубах Спят цветы И птицы в гнездах тоже спят Оля Лукоя Пятаки Мне шепчет старый сад Я пролитою бед землей На мне лукофтар горит, как жар Забудешь скуку ты со мной Мой мальчик Мальчик Гельмар Оля Добрый вечер, Гельмар Добрый вечер, Оля Я принес тебе сказку Ох! Но прежде всего Я немножко украшу твою комнату Что ты хочешь делать? Здесь у тебя на окне Горшки с цветами Эти комнатные растения Растут всегда медленно и вяло Я хочу поторопить их Видишь, как быстро они принялись расти Ой, как чудесно пахнет Вот они уже стали настоящими деревьями Протянули ветки до потолка Смотри, теперь твоя комната точно беседка Ой, как хорошо Ой, как хорошо Ой, как хорошо Я никогда не видала на деревьях Таких больших И таких великолепных цветов А плоды Еще лучше Посмотри-ка Что тут на ветке? Булочки Булки с изюм Ой, как вкусно Можно мне сорвать одну? Конечно На то ведь и сказка Чтобы булки росли на деревьях Ешь на здоровье Не давайте ему булок Не давайте ему булок Что это за шум? Это в ящике моего стола Там лежат учебные принадлежности Посмотрим, что там такое Ах, это шумит аспидная доска Она сердится А грифель прыгает вокруг Как собачонка С виноватым видом Что случилось, господин грифель? Тут, 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 тут Ошибка Гельмар неверно решил задачу Пять плюс пять Девять Три плюс три Семь Два плюс два Пять Безобразие Не давайте ему булок Он не умеет считать Тут, тут, тут и тут Ошибка Что там еще? Кто это кричит и стонет? Это, кажется, в моей тетрадке По родному языку Посмотрим, посмотрим Ай-яй-яй Что это случилось с буквами? Мы палим, палим А-а-ха-ха-ха Мы не можем Прямо и ровно Как солдаты в строю Мы бы рады Но мы не можем Мы такие слабые Посмотрите, посмотрите Какие у нас кривые палочки Палочки А-в-в-в-в Ну, теперь нам не до сказок, Гельмар Придется повозиться с буквами Но прежде всего Надо стереть с доски И решить заново задачу За дело, господин Грифель Я готов Пять плюс пять Десять Три плюс три Шесть Два плюс два Четыре Отлично А теперь возьмемся за вас буквы Смирно Стать прямо Легкий наклон вправо По линейке Марш А-б-б-г-т-е-ж-з-и-к-л-б-м-р-о-б-р-с-т-р Раз, два, три Раз, два, три Вот так, отлично Держаться на одинаковом расстоянии Друг от друга Не нализать на строчку Хорошо Раз, два, три 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 И всю ночь Оля Лукои Проделывал упражнения С буквами Гельмара Он выучил их держаться Так ровно и красиво Что любо было поглядеть на них Но утром Когда Гельмар Раскрыл свою тетрадку Они выглядели Такими же кривыми Жалкими Как и прежде Ведь это была Рассказка Рассказка